Давайте посмотрим, кто и как придумывает стихи для детей. Какой кошмар! Здесь точно живет детская поэтесса? Как в таком притоне можно писать детские стихи? Судя по всему, весело. Виктория Сергеевна! Гражданка Кукушкина, к вам гости! Ау! Какие еще гости? С самого утра спать не дают. Вообще-то уже три часа дня. Это для вас. А для меня пятначаса утра. Я работала всю ночь. Пальцы в кровь! А нет, это портфель. Вы знаете, вы так здорово работали, что на вас соседи кучу жалоб написали. Работаете прям не покладая рук, да? Ну так вчера ж была пятница. А пятница развратница! Опять не угадали, вчера был вторник. Боже! Как быстро летит время! Это ж получается скоро с нового пятница! Господа! Господа, пожалуйста, давайте не сегодня. У меня так раскалывается голова. Я так метеозависима. А по-моему, вы алкозависимы. Вы тут стихи пишете или бухаете каждый вечер? Одно другому помогает. Вот послушайте, из последнего. Водка льется хоть и в рот, По печенке водка бьет, Но она нас не погубит. Если бьет, то значит любит. А что, мне нравится жизненно? Господа, а не хотите ли по бокальчику спирта? С удовольствием. Какого спирта? Мы при исполнении. Не, ну если вы хотите, я могу развести. Не надо нас тут разводить. Вы знаете, что поэтесса, тем более детская, Должна искать свое вдохновение, не нарушая закона. Поэтому собирайте ваши вещи и на выход. Ах, так? Хорошо. Что вы делаете? Минтяра злой. Под властью чуждых убеждений. Щеночка бедного. Под дождь. Голодного. Без денег. Тварь. Кто? Божья. Щеночек этот. Ну, правда, прям в точку про тебя-то. Так, знаете что? В отделении будете писать ваши стишки. Знаете, они ни то, ни сё. Что? Вы что наделали? Вы... Вы ворвались в мой хлам. В смысле, в мой храм. И творите здесь черт знает что. А я вам докажу, что я лучшая детская поэтесса. Где мои лучшие произведения? Что вы здесь... Вы... Вы куда вступили? Мартышка и мартини. Поэтому... Горилла и текила. Это продолжение. Три козы на Аибице. Так где же оно? О, три грузина, одна я. Это личная. Соло в лифте. Это из вчерашнего. А наша? Не-не-не, господа. Тут, наверное, нужен пробел. А наша, Прущая... А, нет, значит, без пробела. Боже, боже. Детские мечты. Я водой их поливаю. На ночь пледом укрываю. Вы скорее вырастите. Мои маленькие тити. М-м-м? Кукушкина, это точно детское стихотворение? У вас там что, Кукушка поехала, что ли, а? Кукушкина, это мой псевдоним. Просто никто не захочет покупать стихи Виктории Какашгиной. Зато заявление на эту гражданку пишут с удовольствием. Полюбуйтесь. Вчера из 56-й квартиры доносились стоны и крики до 5 часов утра. Как вы это объясните? Ну что вы, что вы, что вы? Это я писала стихотворение «Малыш и тетя». Что? Вернувшись с баром, я нашла в своем подъезде малыша. Малыша? Ну как малыш? Лет 45, да? Ну мне ли сейчас перебирать? Так, стержант, одевайте на нее наручники. Нет, нет, пожалуйста, нет, что вы, господа, какие наручники? Я не готова. Мне нужно принять ванну. Нет, нет, нет. Мы не дадим вам сбежать через окно, как в прошлый раз. А я могу проследить? Не надо. Тогда я хочу знать причину моего задержания. Вам мало причин? Пожалуйста, вот еще одна причина. Из квартиры 56 постоянно доносятся запахи марихуаны. Звездежек левета. Скажите, а зачем у вас тогда вот ведро с бутылкой стоит? Вот это что такое? Ой. Какая разница? Главное, что после этого ведра получилось. Смотрите. Букашка в травушку залезла. Наверное, думала в траве исчезнуть. А я ее нечаянно убила. Когда ту травушку нечаянно скурила. Кукушкина, вы точно детская поэтесса, а? Конечно. Молодой человек. Садитесь. Еще чего? Садитесь, садитесь. Давайте. Не стесняйтесь. Стихотворение Ломбард. Убежало одеяло, улетела простыня. Зато есть теперь 100 гривен на бутылку у меня. А вот это. Вы как объясните, гражданка Кукушкина, что это такое? Это рифма. Я просто не могла придумать рифму к слову селедка. Вот пришлось купить плетку. И потом рифма создалась. Вы знаете, у вас вот я отсюда прям вижу за диваном рифму к слову Антон. Так это, это просто память об Артуре. Вы поймите, я творческая личность. Я вообще не знаю, кто и что вызовет во мне желание творить. Интересно, какое же желание творить у вас вызвал бомж? Какой еще бомж? Вы про дядю Толю? Я не знаю, дядя Толя он или дядя Коля, но на него тоже заявление. Вы притащили в дом бомжа. Молодой человек. Я в каждом, в каждом вижу личность. Дядя Толя, дядя Толя, он душою очень болен. Не умыт он и не брит. Но зато у дяди Толи днем и ночью флаг ставили. Дядя Толя! Что? Какой еще флаг? Ну, как это, национальный? Он патриот. Нет, правда, правда. Да он с утра этот флаг поднимает, а вечером спускает. Знаете, на дядю Толю вашего у нас тоже заявление имеется. Вот, пожалуйста. Точнее, на его послание в лифте. Да что он не мог? Он добрый, светлый человечек. Он не мог, нет. Тогда объясните, откуда в светлом человечке вот столько? Так это не он. То есть как не он? Это Игорь Альбертович. Видите, такие характерные загуголинки. Он скульптор, понимаете? Он делает инсталляции из глины. Точно из глины? Просто у него сейчас деньги закончились на глину, а самовыражаться как-то хочется. Так. Забирайте вещи. Поехали в отделение. Нет, мне нельзя в отделение. Мне нельзя в отделение. Я не смогу писать. Мне нужна особая аура. А в этой квартире она и есть. Это не я. Какая аура? Да соседи уже про эту ауру говорят, что она неделю выветрится не может. Что ты не тут? А еще на вас соседи снизу жалуются. Вы их затопили. Так это не я. Это Майдадыр. Ага. Майдадыр это вымышленный персонаж. Мы же не тупые. Вы так считаете? А давайте пройдем к ведерцу с этой бутылочкой, и вы узнаете, что он существует. Дайте его очень. Так, давайте вы лучше с нами. Пройдемте в отделение, и там посидите. Вы что, не видите, что вы разговариваете с великим человеком? Я же, я же как Ван Гог. Я себе чуть-чуть не отрезала, когда подмышку брила. Вот смотрите. Нет, нет, нет. И, ну, поймите, на вас куча жалоб. Вон, соседи написали, что у вас палачам раздается звук гармошки. Играй тут, да. Это крокодил Гена. Какой крокодил Гена? Вы что, из ведра курили, что ли? Да при чем здесь курила? Я серьезно говорю. Это Геннадий Вадимович. Да, он не красавец. Но зато, как он своими губами играет на моей гармошке. На какой гармошке, Кукушкина? Ну как это на какой? На губной, на какой еще? Вот я... Никакая, а он божила. Так, сержант, задерживайте ее. Нет, нет, пожалуйста, не надо, я вас прошу. Я, я вам заплачу. Заплачу я вам. Много денег, много. Что вы нас тут разводите? Денег-то у вас нету. Вы даже с доставщиками пиццы не можете расплатиться. Они, вон, нажаловались на вас. Ябеды, хорябеды. Ой, видите, какая рифма. А давайте я вам... О, я вам отдам свои стихи. Держите, забирайте, забирайте все, все стихи. Забирайте, они будут стоить миллионы. Да какие миллионы? Это макулатура. Вы что, какая... Вы только послушайте. Уронили Мишку на пол. Оторвали Мишке лапу. Мишку надо нам унизить. Будь знать, как шишки пиццы... Стоп, тихо. Вы хотите сказать, что это тоже для детей, да? Не-не, шишечки это для нас. А стихи, конечно, для деток, для маленьких таких детей. Нет, нет, детей. Вот честно, я смотрю на вас и прямо не понимаю. Вот что у вас в голове, а? Прямо сейчас у меня мысли. А на тебе, красавчик, пойдем. Что смысле-то? Что смысле? Смысле просто надо переспать. Что непонятного? Так хватит, отойдите от него. Нет, нет. Ты сейчас при исполнении, что вы делаете? О, ты тоже исполняешь. И я люблю исполнять. Я вчера так исполня... Отойдите, я сейчас дубинку применю. Мы справимся сами, без игрушек. Ах так, сержант, вяжем ее. Все, она сумасшедшая. Подождите. Нет, не трогайте меня. А-а-а! Погиб поэт. Он смешивать любил. Коньяк, шампанское, абсент. Настойки из разных крепких вин. Мартини, джин, ликер и ром. Самбуку, водку, граппу, самогон. Саке, бальзам, наливки и пивас. Кефир любил, изобродивший квас. Он истину в напитках тех искал. Оговорили люди, что буха. Слушай, ну... Жалко ее. И все равно жалко. Может, пристрелим, чтоб не мучилась? Ты с ума сошел? Если ее пристрелить, ее же читать начнут. Давай лучше на дурку закроем. Вызывай санитаров. А-а-а! Вызывайте, вызывайте своих белых страстных мачо. Я желаю вам удачи. Но я пока что спрячусь. Так. Где-нибудь на даче. Так, Кушкина! А ну, стоять! Стоять, Кушкина! Изель-шоу вирушает в ювелейный всеукраинский тур. За традицией, мы заїдемо у великие места та на величкие местечка с святковой гумористичной программой. Стеште за афишами, так купуйте квотки на сайте дизельстудио.ком та у кассах места.